Субтитры создавал DimaTorzok 10 ноября 1956 года «Милиция! Задержите! Я узнал его! Это полицай немецкий! Милиция!» Так был задержан гражданин, уже 12 лет находившийся в розыске по обвинению в измене родине. Он был доставлен в Лубянку и вскоре дал признательные показания. Да, его паспорт поддельный. На самом деле он Иванов Дмитрий Иванович, 21 года рождения. Да, в годы войны он действительно служил старшим следователем и командиром роты полиции в оккупированном фашистами городе Людинова Калужской области. Из публикации о суде над предателем Ивановым страна впервые узнала о людиновском молодежном подполье. Эти юноши и девушки отдали за родину самое дорогое, что у них было – жизнь. Они ушли, недолюбив, едва начав жить, не продолжив себя в детях. Они погибли во имя будущего, ради нас с вами. И были забыты родиной на долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok Город Людинова. Здесь, в Доме культуры, в 1957 году проходил открытый суд над изменником родины Дмитрием Ивановым. Три мартовских дня. Сотни людиновцев стояли на этой площади и, невзирая на непогоду, не расходились, жадно слушая трансляцию из зала суда. Этот зал переполнен. В нем те, кто долгие годы добивался, чтобы страна наконец узнала о подвиге людиновских подпольщиков. Члены подпольной комсомольской группы – Зинаида Хатеева, Нина Хрычикова, Рима Фирсова, связной отряда Владимир Рыбкин, работавшие по заданию штаба партизан, Олимпиада Зарецкая, Зарецкая Нина, Родные комсомольцев-героев – отец Семен Федорович Шумовцов и Яков Алексеевич Терехов, у которого воспитывался Алеша Шумовцов. Это стенограмма суда. Только представьте себе, что испытывали эти люди, когда наконец услышали слова прокурора. Нет никаких сомнений в том, что в Людиново существовала подпольная комсомольская патриотическая организация, возглавляемая Алексеем Шумовцовым, активно боровшаяся с врагом. Осенью того же года за мужество и героизм, проявленный в борьбе против фашистских захватчиков, юные подпольщики были посмертно отмечены высокими боевыми наградами. В Людиново им поставят памятники. Их именами назовут улицы и вот этот музей. Но все это через много лет после их гибели. Все эти годы город знал о своих подпольщиках, чтил их имена. Почему же страна узнала об их подвиге лишь в 57-м? И что это был за подвиг? Давайте с самого начала по порядку. Старинный городок Людинова расположился в глухих лесах на берегах речки Неполоть и живописного рукотворного озера Ломпоть. 70 километров до Брянска, 200 до Калуги. С южной стороны города рабочий поселок Сукремль с водохранилищем и литейным заводом. Его основал промышленник Демидов еще в петровские времена. Чугунное литье из Сукремля шло сюда, на Людиновский завод. Здесь собирались первые российские паровозы. А потом освоили производство мобильных парасиловых установок, локомобилей. Вот таких. В сентябре 1941-го локомобильный завод эвакуируют уже под немецкими бомбами. Из рабочих отобраны 40 человек ядро партизанского отряда. Руководят работой секретарь райкома партии Афанасий Суровцев и начальник Людиновского отдела НКГБ СССР Василий Золотухин. 32 года. Сержант Госбезопасности. В Красной Армии это соответствовало званию лейтенанта. Спецподготовки диверсанта-разведчика Василий Иванович не имел. Но службу знал и в людях разбирался. Всего за два месяца он сумел отобрать и подготовить с нуля руководителей сразу трех групп сопротивления. И в том числе молодежной. Золотухин обучил подпольщиков о замконспирации, разведке и диверсионной работе. Подготовил связных, а потом ушел в лес командиром партизан. Уже через два месяца он вышел на связь с Москвой, отправляя разведдонесения по радио. Очень скоро его отряд вырастет до 200 бойцов. Через два года Василий Золотухин будет командовать бытошевской партизанской бригадой в полторы тысячи штыков. О том, как воевал партизан Золотухин в 41-м, говорит вот это представление к ордену боевого Красного Знамени. Отрядом уничтожено полторы тысячи оккупантов и более 150 предателей. Взорвано 9 мостов. Захвачено в боях 5 пулеметов и другое военное имущество. Товарищ Золотухин проводит активную разведку по Людиновскому району и тылам противника, сообщая данные командованию армий Западного фронта. По данным разведки, успешно бомбились нашей авиацией военные объекты немцев в городах Людинова и Жиздра. Кто и как вел разведку по заданию партизан, стало известно 15 лет спустя, во время следствия по делу Иванова. Свидетель показал, что по приказу Иванова расстреляли двух подпольщиков. Значит, в городе действовало антифашистское подполье, но Иванов все отрицает. В чем ваше причастие к расстрелу Лисоцкого и Жумовцова? Ни в чем. Стремясь прояснить ситуацию, следователь обратился с запросом в спецхран КГБ. А когда открыл вот эти папки с документами, понял, что наткнулся на главную военную тайну Людинова. Тайна – это главные условия выживания подпольщиков. Зачастую носители этой тайны гибнут и уносят ее с собой. Как это было здесь, в Людинова. Архив полиции немцы увезли, отступая. Захваченные полицаи молчали, боясь наказания. Живых подпольщиков почти не осталось, да и знали они мало. Таковы правила. А их донесения и другие документы, которые после освобождения Людинова передал органам Василий Золотухин, засекретили. Тому были причины. В мае 43-го, сняв войска и технику с фронта, немцы наголову разгромили бригаду Золотухина. Окружной комитет партии обвинил в этом командира партизан. Произвол и превышение власти. Неспособность противостоять атаке карателей. Утеря командования. Даже трусость. Золотухину повезло. Учтя прежние боевые заслуги, трибунал заменил ему расстрел на 25 лет тюрьмы. А документы Людиновского подполья передали в спецхрам. Василия Ивановича освободили по амнистии после смерти Сталина. А когда арестовали Иванова, следствие приобщило к делу документы из спецхрана. Так Золотухин стал главным свидетелем по делу Людиновских орлят. Позже он напишет воспоминания о боевой работе своего отряда и Людиновского подполья. Но это будет много лет спустя. А тогда, в 57-м, перед следствием, открылась картина просто невероятная. Горстка юноша и девушек под руководством орла 16-летнего Алеши Шумовцова больше года вела разведку в прифронтовой полосе. И здесь, в городе, наводя на цели нашу авиацию. А вдобавок орлята Шумовцова вели в Людиново диверсионную и минную войну, нанеся ощутимый урон врагу. Неужели это правда? Да, все так, подтвердил Василий Золотухин. И рассказал, как все началось. Я работал в военкомате по отбору молодежи в армию. Однажды ко мне пришел Алексей Шумовцов и попросился добровольцем. Я объяснил, что ему в армию рано. А если хочешь мстить фашистам, можно остаться здесь и работать в подполье. Он согласился. Из многих кандидатов Золотухин выбрал Шумовцова. Почему именно его? Во-первых, ответственный. Сказал – сделал. Во-вторых, хватка. Осваивал все в лед. И закалка. Крепкая, комсомольская. Не зря просился на фронт. И семья правильная. Рабочая. Вот и выбрал. И не ошибся. Девятиклассник. Заместитель комсорга школы. Значит, имел качество лидера. Хорошо учился. Много читал. Любил ходить с дядей на охоту. Но чаще гонял на пустыре с ребятами футбол. А еще Леша клеил авиамодели и прыгал с парашютной вышки. Думал поступать в летное училище. Романтика. Теперь сотрудник госбезопасности всерьез готовил его в разведчики-диверсанты. Учил распознавать вражескую технику и звания, грамотно собирать информацию и передавать донесения, оставаясь незамеченным. А потом минно-взрывное дело. Взрыв. Настоящий. Видели бы его друзья. Самый близкий Шура Лисоцкий. Рассудительный, надежный, с таким хорошо в разведку. То ли апатия в другой. Яркий, порывистый. Отменный футболист, танцор. Играет на гитаре. А еще он бессменный комсорт своего класса. Тони Хотеева старше всех. Она заводила и душа их компании. И, между прочим, уже московская студентка. Ее младшая сестра Шура стеснительная тихоня. Но, как и все, они тоже просилась на фронт. А еще она очень нравится Леше. Все ребята старше. Но именно его, 16-летнего, Золотухин, уходя в лес, назначил руководителем группы. Резидентом, если называть вещи своими именами. Немцы вошли в Людинова 4 октября 41-го года. А вскоре в городе объявился Дмитрий Иванов. Следствие установит, что он окончил школу за год до войны. Но не был ни пионером, ни комсомольцем. И не мог быть. Из-за кулацкого происхождения и клейма «сын врага народа». Его отца репрессировали. Но это не помешало Дмитрию поступить в Брянский институт. Вернувшись домой, он пошел служить немцам. И быстро сделал у них карьеру. Старший следователь полиции и руководитель подпольщиков. Война завязала их судьбы в тугой узел, который и пришлось распутывать следствию. Из приказа военного коменданта города майора фон Бенкендорфа. Запрещается нахождение вне дома после наступления темноты без пропуска. Запрещается подходить на 100 метров к железной дороге без пропуска. За нарушение – расстрел. За спрятанное оружие и содействие большевикам, за причиненный германским вооруженным силам – ущерб, расстрел. В городе Людинова расквартирована целая дивизия вермахта. Работает армейская разведка, действует комендантский час, свирепствует полиция и комендатура. Десять зданий по улице Комсомольской занимала тайная полевая полиция – аналог гестапо. И буквально ста метрами ниже, прямо за нами, дом сестер Хатеевых. Именно тут чаще всего собирался штаб Орлят. Первое задание партизан – собрать сведения о новом порядке немцев. А еще о тех, кто пошел им служить. Двое хорошо известны ребятам. Командиром полицаев стал некий Двоенко, бывший учитель Тони Хатеевы по математике и физике. Та еще сволочь. Лично застрелил нескольких горожан. Двоенко устроил Иванова на биржу труда и часто захаживает выпить к бывшему ученику. А ведь Митька еще по школе помнит сестер Хатеевых. Знает и Лешу Шумовцова. А ну, как эти двое догадаются, кто распространяет в городе листовки. Фашисты вопят о взятии Москвы. Тем важнее рассказать людям правду. Не верьте фашистам и их прихвостням. Час освобождения близится. Годовщине октября нужно целых 500 листовок. Несколько дней их переписывают печатными буквами под копирку. Варят клейстер. Из стакана муки выходит почти литр. Осталось только наклеить. Клеить решено в ночь на 7 ноября. Парами прикрывая друг друга. Леша Шумовцов заранее наметил места расклейки и, как его учили, пути отхода. Утром город, как разворошенное осиное гнездо. Повсюду немцы и полицаи срывают листовки. В городе облава, аресты. Нескольких подозреваемых повесили. В том числе двоюродных братьев Алеши. Илью и Сергея Трошкиных. Теперь у него с врагом личные счеты. У Дмитрия Иванова тоже имеется личный счет. К партизанам. Они увели у его матери скотину. Потом брат Алексей выпросил у немцев разрешение начать свое дело. И тоже куда-то запропал. Вот Митька излобится на своей бирже. Из показаний партизана Ивана Вострухина. Брата его я задержал, когда он подошел близко к лагерю. Он говорил, что ищет корову и лошадь. Обнаружили документы на восстановление мельницы, на которые он хотел молоть муку для немцев. На месте его и израсходовали. Партизаны жестко пресекают попытки разведать их лагерь или заслать лазутчиков. Таков приказ капитана госбезопасности Медведева, командира особой разведывательно-диверсионной резидентуры НКВД. Задача его отряда – разжечь партизанскую войну в тылу врага. Из отчета Дмитрия Медведева. Отряд под командованием товарища Золотухина по получению от нас инструктажей заданий подорвал паровоз с вагонами. Активизировала разведывательную работу в самом городе Людинова. Учительница из деревни Заболоте Ольга Мартынова размножает сводки из Москвы, полученные от партизан. Недавно по заданию Золотухина она провела разведку в двух соседних городах. Относит донесение в лес сестра Шуры Лисоцкого – Мария. В Кирове расположен немецкий гарнизон численностью 200 человек. В городе и районе «Весна» установила новые связи со своими людьми. Подпись «Непобеждённая». «Весна» – «Непобеждённая» – это псевдонимы подпольщиков. Лёша Шумовцов – «Орёл». У других ребят тоже новые имена. Яркие, романтичные. Шура Лисоцкий – «Огонь». Анатолий Апатиев – «Руслан». Антонина Хатеева – «Победа». Александра Хатеева – «Отважная». Это боевое ядро «Орлят». А ещё есть те, кто выполняет отдельные задания. Братья Цурилины, Миша и Саша, помогли «Орлу» поджечь склад горючего на локомобильном заводе. Среди бела дня, когда охрана отлучилась на обед. Полыхнуло знатно. А потом ребята смешались с рабочими, помогая тушить пожар. Вот немцы и списали его на партизан. Месяц спустя ещё одна диверсия. Партизанский минёр передал ребятам хитрые мины. Мокрые толовые шашки он обвалял в глине и угольной пыли и заморозил. Шумовцов и Лисоцкий незаметно подбросили их в кучу угля. И в отряд ушло донесение. Выведен из строя последний паровоз на заводе. Заодно подорван и установленный для электростанции локомобиль. Напомним, в городе действуют три резидентуры Золотухина. В городской больнице врачебная группа Клавдии Азаровой – «Щуки». Она собирает разведданные для партизан, снабжает их медикаментами и даже тайно лечит в своей больнице. А ещё под ложными историями болезни спасает молодёжь от угона в Германию. Ей помогает в этом другая медсестра – Олимпиада Зарецкая. Вот что она вспоминала много лет спустя. Наши медикаменты, часто табак, продукты, сведения всякие – всё это передавалось Алексеем Шумовцовым, Лисоцким, Хотеевым, Апатиум. С огромным риском, конечно, для них. Партизанский отряд. Родной брат Олимпиады Зарецкой, отец Викторин, руководит третьей группой подпольщиков – церковной. Ему доверяет сам военный комендант города – майор Бенкендорф. С его разрешения отец Викторин возобновил церковные службы в этом храме, закрытом при большевиках. Бенкендорф не подозревает, что агент Ясный выполнял прямой приказ Золотухина. С Богом на устах верующие вывертывали пробки в бочке с горючим, распространяли листовки, перерезали телефонную связь, собирали деньги, помогали семьям партизан. Но самая эффективная группа подпольщиков – Орлята Шумовцова. В контакте с Ясным и Щукой они распространяют листовки, передают в лес медикаменты и одежду. А главное – наладили разведку в городе и районе. Через тайники и соездных обеспечена оперативная связь с партизанами. У Орлят повсюду свои глаза и уши, даже в комендатуре. Но кто заподозрит разведчика в мальчишке-стопнике? 13-летний Толя Крылов каждое утро топит печь в кабинете Бенкендорфа. А там, на стене, карта с флажками на местах партизанских троп и стоянок. О всех изменениях в передвижении флажков Толя сообщал Алексею Шумовцову. По обстановке можно было знать, когда и куда уезжают каратели на борьбу с партизанами. Карателей в лес повел Герасим Зайцев, местный староста и тоже человек Золотухина. По карте Бенкендорфа он вывел фашистов на пустой лагерь партизан. Прямо на засаду. У немцев и полицаев серьезные потери, а народные мстители без урона растворились в зимнем лесу. Следствию не удалось установить, кто выдал Толю Крылова. Василий Золотухин указывает на Дмитрия Иванова. Но прямых улик нет. Зато точно известно, что юный патриот никого не выдал, несмотря на жестокие избиения. Свидетель Мария Фунтикова. Я видела, как два полицаи вели подростка. Он был весь избит. Без пальто, одежда изорвана. Когда он поравнялся с колодцем, то бросился туда и утонул. Так покончил с собой юный патриот, унеся с собой тайну о товарищах. Ответом орлят на гибель Толи Крылова стало их самое громкое дело. Подрыв вот этого моста на плотине в поселке Сукремль. Начало января. Разгар битвы под Москвой. Красная армия наступает. В городе уже слышна артиллерийская канонада. Резервы и боеприпасы фашисты перебрасывают к передовой по этому мосту. Партизаны проинструктировали ребят и доставили взрывчатку. Ночью, пока охрана грелась в сторожке, Леша Шумовцов, Толи Апатьев, Саша Лисоцкий и Витя Фомин подобрались к мосту и заминировали его. Спасибо метели и морозу удалось не потревожить охрану. Теперь негнущимися, замерзшими пальцами поджечь запальный шнур. И бегом прочь. Взрыв моста прервал доставку грузов к фронту. И в поисках партизан полицаи хватают людей по малейшему подозрению. Арестована весна. Учительница Оля Мартынова. Опознали ее почерк в листовке. Василий Золотухин прямо указывает на участие в деле Дмитрия Иванова. Однако свидетели показали, что допрашивал и пытал молодую учительницу полицай-двоенко. А когда так и не смог сломить ее, застрелил и бросил тело на улице, запретив хоронить. Это случилось ровно за день до освобождения города в ходе битвы под Москвой. 9 января сто дней первой оккупации Людинова окончились. И хоронили Олю наши бойцы и партизаны с воинскими почестями. В освобожденном городе Золотухин принял отчеты своих резидентов. Встречались тайно, ведь он уже знает, что город снова придется отдать немцам. По списку подпольщиков задержаны два десятка полицаев и немецких прислужников. Среди них Дмитрий Иванов. 17 января, покидая Людинова, партизаны по приговору трибунала расстреляли предателей прямо в камерах. Иванову повезло. Его только ранили в руку. Из показаний Дмитрия Иванова. Я пошел лечиться к немцам. Тут мне и посоветовали вступить в полицию. Я боялся, что наши части придут и меня добьют партизаны. Следствие по делу Иванова установило, что начав службу в полиции в январе 42-го, уже весной бывший студент стал старшим следователем, а затем главой русской тайной полиции. За ревностную службу Иванов дважды был награжден немцами, его даже премировали поездкой в Германию. Это значит, у него были особые заслуги перед хозяевами. Кто-то точно наводит на военные объекты авиацию Совета. Кто? Это главный вопрос, на который любой ценой должен был найти ответ старший следователь полиции Иванов. На этом чертеже расположение вражеских войск около Псурского моста. Здесь есть солдаты, лошади, машины. Установлены зенитки и пулеметы. Точное количество живой силы и техники противника не знаю. Ксему Орел. Партизаны обучили Орлят отмечать координаты целей на карте пятикилометровки. И теперь удары нашей авиации стали еще точнее. Хороший подарок фашистам к празднику. Из воспоминаний Василия Золотухина. Первого мая подпольщики города постарались вывесить флаги в людных местах. Провели успешную операцию по расклеиванию сводок Совинформбюро. Толя и Витя Апатьевы подорвали на минах две вражеских автомашины с боеприпасами. Партизаны доставляют Шумовцову толп и взрыватели. Он хранит их у себя дома, в тайнике. Леша обучил взрывному делу Орлят. И в городе они начали минную войну. Теперь немцы ездят не по дорогам, а прямо по полисадникам под окнами. Там хотя бы нет мин. Создавались невыносимые условия для оккупантов. Диверсанты Шумовцова становились мастерами своего дела. Редко, когда удавалось немецким минерам отыскать их мину. Способ борьбы с минами придумал Дмитрий Иванов. Мама Толи Апатьева вспоминала, что это именно он предложил гнать по взрывоопасным участкам местных жителей. Я очень расстраивалась, плакала. Плакала, просто кричала, в истерике была. И говорю, одной дочери нет, и теперь вторая, наверное, погибнет сегодня же. Толи выловил удобный момент и шепнул мне, мама, не расстраивайся, потому что там одна мина поставлена. Это дело наших рук. Не волнуйся. Вторая возвратиться домой невредимо. И действительно, они дошли до разбитой машины, и с ними ничего не случилось, и они возвратились обратно. Взрывы в городе прекратились. Эту заслугу Иванова особо отметил комендант Денкендорф, наградив его и назначив командиром роты полиции. Но орлята Шумовцова продолжили минную войну за городом. Подпольщики поставили целью парализовать автодорогу и узкоколейку на Черный поток. Только в июне 42-го они подорвали 8 автомашин с боеприпасами. Разобрали 150 метров полотна. Похоже, они не только разбирали железнодорожное полотно. Вот что вспоминает мама Толи Апатьева. Однажды и ночи его не было. Я страшно волновалась, переживала. Когда он возвратился домой, я стала много делать допросов. Почему так случилось? Почему тебе не было ночи? Я чувствую, что какая-то беда может надвинуться скоро. А он мне говорит, что да, сегодня мы заняты были. Немецкие вагончики пошли под откос с немцами. Точных сведений о всех диверсиях орлят у Золотухина нет. В мае 42-го его партизаны вели тяжелые бои с карателями. Силы неравные, и разбитый отряд отошел далеко в леса. Связные теперь приходят раз в неделю за разведданными, которых требует фронт. Бывшую школу ФЗУ фашисты превратили в авторемонтную мастерскую. Большое количество машин, моторов. Прекрасный район для бомбежки. За улицей Свердлова, в лесу, по обе стороны Агеевской дороги, большое количество неприятельских машин. Прекрасное место для бомбежки, товарищ командир. Ксему Орел. Орлята не только наводят на цели авиацию. На основании их донесений штаб 10-й армии Западного фронта принимает стратегические решения. В июне, в районе Кирова, немцы подприняли наступление. Нужна была тщательная разведка тыла противника. Три дня бродили разведчицы Тони и Шура, меняя вещи на продукты по населенным пунктам, уточняя наличие войск оккупантов. А Леша Шумовцов сообщал в партизанский отряд. Вражеских резервов в этом районе не установлено. Поход прошел успешно. Орел. Наступление немцев было отбито имеющимися силами. Город Киров удалось отстоять. Разведка линии обороны смертельно опасна. В запретной зоне любой русский мужчина будет арестован или расстрелян на месте, как партизан. Женщин подозревают меньше. Спасаясь от голода, они меняют в деревнях вещи на продукты, собирают в лесу грибы и ягоды, могут заблудиться. Беда, если нет пропуска на выход из города. Но его можно достать или подделать, а немцев и полицаев обмануть. И сестры Хотеевы вновь идут в разведку. В июле гитлеровцы наносят удар в районе города Жиздра. Нашему командованию надо знать, есть ли у врага резервы. Был получен пропуск на имя немецкой колонистки Анны Рерих. Тоню Хотееву одели в новое платье из немецкого парашюта. Легенда, что фрау Рерих разыскивает своих родных в Жиздринском районе, подходила к действительности. Немецкие фронтовики верили Тоне. Сажали в машину, подвозили. Десятки населенных пунктов были пройдены. Так Тоня выяснила, что у немцев резерва войск нет в этом районе. Наши войска контратаковали, но были остановлены, понеся большие потери. Партизанам поставлена задача – разведать оборону противника. Но как туда пробраться? Ведь второй раз фокус с немкой Анной Рерих не пройдет. Орлята нашли выход. В обозах немцев много бывших пленных. В Людиново их называют легионерами. Один из них достал для Шумовцова немецкую форму два велосипеда. Мы везем донесение моему майору. С патрулями буду говорить я, ты контужен, молчи. Разведка прошла успешно. И в отряд ушло донесение с отмеченными на карте немецкими пушками и пулеметными гнездами. А работа Орлят с русскими пленными на службе у немцев дала еще один результат. В августе 1942-го подпольщики переправили в партизанский отряд первую группу легионеров из числа Власовской армии. Тогда же Орлята получили от партизан ящик английских магнитных мин с запалом-замедлителем. Если выдернуть чеку, мина рванет через несколько часов, когда машина отъедет уже далеко. Жалко, заряд мал. Но если в грузовике снаряды... Магнитные мины хороши и удобны. Двух десятков автомашин, груженных боеприпасами, не вернулись из рейса. Наша охота за генеральской автомашиной не принесла результатов. Машину заминировать удалось. Но в ней поехал штабной офицер. Обратно машина не вернулась. Орел. Охота за машиной генерала – это излишний риск. При этом риск без приказа. Ведь связные приходят все реже. Точно так же, без приказа, ребята сожгли в городе немецкий санпропускник. Несколько раз рвали кабельную связь. Убили двух телефонистов. Партизанский связной Семен Чербаков стащил немцев два автомата и шикарный пистолет. А потом едва ушел от погони. Все они еще так молоды. Я – Шумовцов Алексей Семенович. Я – Апатьев Анатолий Васильевич. Я – Хатеева Антонина Дмитриевна. Беру на себя обязательство работать на пользу Родины путем собирания данных разведывательного характера, идущих на пользу Красной Армии и партизанам. Если я нарушу это обязательство или выдам тайну, пусть меня покарает советский закон, как изменника Родины. Следствие и открытый суд по делу изменника Родины Дмитрия Иванова выяснили обстоятельства разгрома и гибели людиновского подполья. Установлен и главный виновник – это Дмитрий Иванов. Осенью в городе сорвана отправка молодежи на работу в Германию. В списке подозрительно много больных. Иванов дотошно перепроверяет картотеку Клавдии Азаровой и Олимпиады Зарецкой. Вроде все сходится, но медсестры под подозрением. Не рябко бывало так, что у нас находится связной, и вдруг тут вываливается Иванов. Ну тогда приходилось связной выпускать через другую комнату, и потом через подвал под аптекой. А в это время кто-нибудь из нас сидел и отвлекал разговором внимание полицаи. От Олимпиады Зарецкой ниточка тянется к ее брату, священнику-отцу Викторину. Иванов уверен, что он связан с партизанами. И дочь, Нину, устроил переводчице в комендатуру. Вот и канал утечки информации. Надо бы проследить. Угроза нависла сразу над двумя группами Людиновского подполья. Врачебный и церковный. Но в частую сеть осведомителей Иванова первым попал человек Шумовцова. 30 октября Прохор Соцкий, недавно привлеченный к работе, выболтал хозяину съемной квартиры, что в городе действует боевая организация комсомольцев, а командует ею Леша Шумовцов. Хозяин квартиры, тайный осведомитель, тут же отнес донос Иванову. Соцкого задержали. Утром арестовали Шуру Лесоцкого и его сестру Марию. Тоню и Шуру Хотеевых. Первого ноября прямо на столбе взяли Лешу Шумовцова. Он работал электромонтером. Потом Толю Апатьева, Жорух Рычикова, Володю Рыбкина, Колю Ивтеева. Почти всех. В городе прошли массовые аресты. В тюрьме оказались члены семей подпольщиков. Всего около 30 человек. Иванов доволен. Улик достаточно. При обыске в домах Хотеевых и Шумовцова нашли взрывчатку, оружие, листовки. Сегодня мы знаем, что нашли не все. Десять лет спустя, во время ремонта, под крышей дома Алеши Шумовцова нашли несколько листовок, пистолет Парабеллум, а самое главное – комсомольский билет Орла. Их бережно хранят здесь, в Краеведческом музее, вместе с фотографиями и документами подпольщиков. И стенограммой открытого суда над предателем Ивановым. Подпольщик Георгий Хрычиков. Следствие вел Иванов. При допросе Шумовцова избили, даже зубы повыбивали. Не поймешь, ни то зубы, ни то холодец. Он говорил, что это сделал Иванов. Бывший полицейский Егор Сухоруков. Я сам видел, как Иванов зверски избивал Шумполом и резиновой трубкой, хотя его прямо в камере. Он также бил Шумовцова, Лисоцкого и других. Эта стела на окраине Людинова была установлена на месте гибели Алеши Шумовцова и Шуры Лисоцкого. 6 ноября Иванов вывел их в лес, используя как приманку для захвата партизанских связных. Ребята сорвали эту попытку ценой собственных жизней. Из показаний Иванова. Шумовцов закричал, чтобы партизаны спасались, что с ними идут немцы. После этого партизаны обстреляли нашу группу и убили одного полицейского. Партизаны отошли вглубь леса. Мы не решились их преследовать. Шумовцов и Лисоцкий были расстреляны там же, в лесу. Допрошенные полицейские утверждали, что убили ребят Дмитрий Иванов с каким-то немцем, бросив тела на месте. Алешу нашли обезглавленным. Его опознал брат по меткам на белье и ботинкам. А свидетели потом вспоминали, что Иванов на допросах очень любил грозить своей саблей. 7 ноября увели из тюрьмы на Казин Тоню и Шуру Хатеевых, Толю Апатьева. Больше их не видели. Потом по приказу Иванова были зверски расстреляны семьи партизан Лисоцких и Рыбкиных. 11 человек. Женщин, стариков, детей, чудом спасся только Володя Рыбкин. Рано утром, на рассвете, нас вместе с семьей Лисоцких, оцепленные конвоем, вывели из здания Гестанка. Матери нехорошо было идти, она мне отдала сестренку. Сюда пытались подходить к рву, где был приготовлен ров. Послышались выстрелы. Я обернулся. Двухлетней девочке, сестренке моей, разорванной пулей ударила в голову. Этим временем она отдала меня мозгами. Я спрыгнул первый в яму. Когда спрыгнул в яму, на меня посыпались трубы. Руководителей врачебной группы Клавдию Азарову и Марию Белову арестовали месяц спустя. Их тоже пытали и расстреляли. Из заключительной речи прокурора. При участии Иванова было расстреляно 27 человек. В том числе, более 20 человек подверглись тяжелым истязаниям. Суд приговорил предателя к высшей мере наказания – расстрел. Приговор был приведен в исполнение. Красная армия освободила Людинова год спустя после трагической гибели подбольщиков. Тогда удалось найти и опознать останки только двух героев. Отец Леша Шумовцова вспоминал. Моего сына вместе с Александром Лисоцким похоронили с воинскими почестями. Гроб стоял в помещении Людиновского райкома партии. Был почетный караул. А затем их похоронили на кладбище в Людиново в присутствии многих жителей и личного состава воинской части. И поставили им памятник. 15 лет спустя. Когда шла война, отчизне как никогда нужны были герои. Эталон героизма – пример для миллионов. Именно такой подвиг уже полгода гремел на всю страну. В 43-м, когда освободили Людинова. Людиновские орлята уже погибли, когда молодая гвардия еще только начинала боевую работу. Да, они были первыми, но оказались вторыми. Наверху решили, вторая молодая гвардия стране не нужна. И отправили дело Людиновского подполья в спецхрон. Звание героя Советского Союза Алешу Шумовцову присвоили в 57-м. Участников его штаба наградили орденами Ленина. Еще девятерых подпольщиков отметили государственными наградами. Почти всех посмертно. Но дело орлят так и не рассекретили. Полвека спустя указом президента России подпольщиков Ольгу Мартынову и Викторину Зарецкого посмертно наградили медалью за отвагу. Такую же награду вручили дочери священника Зарецкого Нине. Но доступ к делу людиновских подпольщиков до сих пор строго ограничен. Так и не сняты обвинения с Василием Золотухимым. Для родины людиновские подпольщики так и остались в тени прославленной молодой гвардии. Пришло время это исправить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот он, бессмертный взвод людиновских орлят. Малый ручеек в необъятном море рядов бессмертного полка России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...